Здравствуйте. Здравствуйте. Ну как мы? Ну на правах хозяина у нас большой праздник. В рамках работы Центра поддержки русских театров зарубежья, ближнего, в данном случае Русский театр-центр к нам приезжает. Это очень полезный центр, который делает очень много важных для театров, вообще важных и полезных дел. И вот, вы знаете, мы недавно вернулись в кастрюлю по России, и вот мы принимаем замечательный театр, замечательный подруга. Вы знаете, его знает вся страна наша бывшая, это Константин Аркадьевич Райкин. И мы очень рады, надеемся на большой успех. Я сейчас напомнил Константину Аркадьевичу, что я видел его на сцене этого театра, сколько лет назад это было, этот театр Аркадьевич? Есть, немысленно, просто, это почти государственная тайна. Это было абсолютно, не знаю, но это было лет 35, поменьше. Поменьше, нет, 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 больше, около 40 лет. Да, и... Беловой период. Да, я видел спектакль, у нас не ел, вы замечательный играли спектакль Валентина Валентиновича. Вот, ну вы знаете, что он много лет отглавляет театр, и приезжал в Баку не так давно, лишь 6-7 назад на сцене в театре Наргизка, но он играл контрабас, замечательный. В общем, что я мог представлять? Замечательный, известнейший и любимейший артист. Добро пожаловать. Спасибо большое. Надо что-то сразу говорить, или вы будете задавать, дорогие мои, вопросы? Могу что-то сразу сказать, а... Так, давайте, наверное, вопрос-ответ. Ну, давайте, смотрите. Потом в формате попробуем сегодня. Давайте сначала ваши вопросы, а потом мы расскажем то, о чем бы не спросили. Вот такой именно программы. Почему-то им дворец ископаемый. Уже. Я думаю, что это связано... Да. Я думаю, что это все-таки связано с техническими возможностями, и принимающей стороны, и нашими, так сказать, габаритами, и нашими объемами. Потому что вообще мы большие очень. Мы большие, мы громоздкие, и все. Здесь театр все-таки, ну, он небольшой, скажем так, и сцена небольшая. Она не позволяет, скажем, какие-то огромные наши спектаторы привести сюда, потому что мы связаны с очень большим количеством аппаратуры, декораций. Вообще мы работаем, так сказать, исходя из своих параметров сцены, у нас параметры такие не стереотипные. У нас огромная сцена, широченная. Это же мы... Когда-то это был... Когда-то это был кинотеатр, чтобы мы потом его перестроили. Ну, там какие-то размеры наши сцены, они, так сказать, не позволяют нам, вообще, привести, ну, что-то, что-то объемное очень. А, ну, поскольку у нас театр с очень небольшим репертуаром, вообще, репертуар наш строится из принципа семь названий по дням недели. Это много-много лет уже так. По дням недели. То есть у нас семь названий в репертуаре. Иногда, ну, может быть, чуть-чуть больше, но это делается намеренно, поскольку моя практика говорит о том, чтобы... О том, что... Для того, чтобы спектакль был в форме, он должен идти в среднем четыре раза в месяц, чтобы не забываться. И свидетельство, и, так скажем, большое количество названий в репертуаре какого-нибудь театра, в том числе и московского, таких вполне много, где вот прямо уйма, это вообще говорит о некоторой бесхозяйственности, с моей точки зрения. Потому что, когда названия толкаются и вытесняют друг друга, потому что тогда спектакль, скажем, если двадцать названий, двадцать пять названий, это означает, что спектакль в среднем идет раз в месяц. Вообще, это очень... это очень мало. Для того, чтобы он не забывался. А у нас спектакль идет в среднем четыре раза. Премьерному спектаклу там, ну, зеленая улица, он идет там шесть раз, семь раз иногда, значит, какой-то другой идет три раза, два раза. И какое-то следующее название вытесняет какое-то предыдущее какое-то, и их опять остается семь. То есть вот мы делаем новый спектакль, а какой-то уже там... И поэтому мы снимаем спектакль чаще, чем обычно в других театрах. То есть спектакль не идет до бесконечности и разваливается уже. А он идет, мы с ним расстаемся с легким ощущением горечи, как надо вот вставать из-за стола с легким ощущением голода. Это моя семья вообще, предыдущая, так сказать, называется так, если не очень уважительно, это одну жену назад. Я был женат на Бакинки, на Гуле Салаховой, у нас замечательные отношения до сих пор и вообще как-то так. Это было очень давно, но уже очень давно у меня с Баку просто родные личные отношения с этим городом. Я вижу, как он изменился. Так вот, я по поводу опять вашего вопроса. Значит, поэтому мы привезли сюда наш очень недавний спектакль. Ну, во-первых, когда я работаю один, это тоже часть нашего репертуара. Это вот спектакль своим голосом, я работаю у нас. Это вот один из этих, ну, скажем так, спектаклей, который, может быть, он восьмом. Вот если есть семь названий, то восьмой это своим голосом. Спектакль, который такой спектакль моей жизни, который изменяется вместе со мной, я его играю, наверное, тоже лет сорок пять. Он совершенно неузнаваемо изменяется. Он раньше был очень веселый, и там куча всего показана, такая стендап-комедия. Ну, это спектакль моей жизни. Почему? Потому что вот какой я на сегодняшний день, вот такой и спектакль. Я потом стал... Вы меняетесь, вы изменяете? Ну, да, да, да. Раньше там было очень много веселого, таких всяких зарисовок, актерских. Там из зала у меня прямо выпадал из кресел от смеха. Потом мне стало интересно другое. Я при этом читал стихи какие-то. Потом, вообще, так сказать, баланс стихотворный, стихотворный материал стал увеличиваться. Мне стало... Ну, мне надоело как-то публику веселить просто там, так сказать. Как-то это мне стало... Тем более, что они от меня этого ждали, а мне хотелось быть другим, чем то, чего они в прямую ожидали. И дальше вот уже довольно много лет я играю чисто такой просто спектакль-стихотворный. Это просто такой стихотворный монастырь. Вот. Я его вожу по миру и по стране, и я обслуживаю какого-то немыслимого количества народа. Мне кажется, что я всех русскоязычных людей планеты обслуживаю. Сейчас я вот жду, когда народится новое поколение, и если мне хватит снут. Мне кажется, я его просто вывозил всю. Вот. А второй спектакль, вот этот наш, который называется «Лекарь по неволе», он сделан по, как вам сказать, по лекарам Райкин, по райкинским лекарам. Я имею в виду Аркадия Райкина. Потому что у него было свое, так сказать, ноу-хау. Вот эти его мгновенные перевоплощения из переодевания, и когда он один играл, скажем, много ролей сразу в одной такой мономиниатюре, он играл мгновенно переодеваясь, и создавало ощущение, скажем, целой большой московской гостиницы, где живут разные люди, и там разные иностранцы, и наши русские люди, и там есть и швейцары, и какие-то жильцы. Вот он все это множество создавал. А один, вот так мгновенно, не столько переодеваясь, сколько перевоплощаясь. Вот, ну, это одна из основ, так сказать, вообще моего там метода преподавания. Я очень на это делаю большую ставку. Я преподаю больше сорока лет. То есть все, что связано со мной, это от сорока и больше уже. Это просто поразительно. Я привык быть вообще молодым и здоровым, но это уже вредные привычки. Ну, внешне не скажешь. Я с такой шевелеврой сюда приезжал, а сейчас я такой, понимаете, немножко принадлежность игры в белья. Ну ладно, ну, ну, ничего, город меняется. Вы меня не прочь. Да, да, да. Ну, короче говоря, это спектакль, где у меня есть такая совершенно блистательная комедия Мольера. Я вообще люблю очень этого драматурга, гениального совершенно. Вот «Лекарь по нему». Там, как всегда, у Мольера 12 или 11 действующих игроков. А мы это играем втроем. У меня артисты играют это втроем. Мгновенно перевоплощаясь. Четверо других артистов. И приедет семь вот сегодня. В этом спектакле занято действующих три. Четыре их обслуживают, четыре актера. Потом и следующие спектакли, они меняются. И те, кто обслуживал, играют. И вот так у нас такой конвейер. Но на сцене играют три артиста. Девушка играет все женские роли. А двое ребят играет. Один играет с Гонорелли, которого играл Мольер в свое время. А все другие мужские роли играют другую. И вот так эта пьеса раскидана на троих артистов. При том, что там 12 действующих лиц. И надо сказать, что это такой детский спектакль для взрослых. Это когда взрослые превращаются в детей совершенно. Потому что это такие быстрые перевоплощения. Такие быстрые, доведенные просто до... Ну... Почти до циркового уровня скорости. То есть... Ну... Зрителю взрослому все равно непонятно в первую секунду, как вот артист, ушедший направо в кулису, тут же выходит из левой кулисы совершенно в другом виде. Вот это происходит почти в одну секунду. Через, скажем, несколько секунд этот зритель взрослый догадывается о том, как это сделать, как это делать. Но там есть три секунды совершенного удивления, когда у него отвисает челюсть, и растопыривается лицо у взрослого человека. И вот это три секунды таких... Вот такого наивного чуда театрального, которое, мне кажется, очень важно в театре. Это волшебство. Это такое волшебство, которое очень быстро потом можно разгадать. Но на этом приеме построен весь спектакль, на мгновенных перевоплощениях, когда просто... Человек не может, сидя в зале, представить, как это... Как это... Не только успеть просто физически, а еще вытешено в другом облике, в другом образе. Вот. Это такое спектакль, которое в Москве пользуется очень большим. Но у нас вообще... У нас неуспешных спектаклей в театре нету, если у нас какой-то бывает, так сказать, какой-то неуспех. Но мы с таким спектаклем сразу расстаемся. У нас бывали высокие случаи за тридцать лет? То есть в этом году исполняется тридцать лет моего худручества. Я тридцать лет как вложу. Бывают такие случаи? Бывают. Но мы достаточно в этом смысле беспощадны сами к себе. Мы расстаемся сразу с таким спектакль, который с нашей точки зрения не имеет... Потому что зрительский успех это все-таки очень важный параметр. Он не... Как сказать... Он не абсолютный, но он очень важный. Вот так вот. Вот значит... Один сегодняшний день я сыграю весь спектакль, свой вот этот моно-поэтический целиком. Это будет идти два часа. А завтра, где у нас два спектакля в одном, я сыграю половинку его, посвященную одному только поэту. Ну вот половинку я буду работать час, и час будут работать через антрак мои артисты, которые... Это молодые артисты. Вообще это способны делать вот то, что они делают. Это только очень молодые люди. Это мой... Вот курс, который стал... Половина его я взял в театр. Это мой последний выпускной курс. Они уже закончены. И они... Половина из них стала артистами театра. Они играют уже... Они играли... Это уже... Они играют... Это уже сезон. Они это начали играть, будучи студентами третьего курса. Вот весь четвертый курс они проиграли. И вот сейчас они играют уже как артисты театра. У меня очень такой удачный курс на этот раз получился. Они очень работоспособны. И это атомная энергия, просто атомная. Ну вот, надеюсь, вы увидите. И это способны делать только очень молодые. И, так сказать, ну как бы пышущие энергии вот. И желающие творчески работать артистами. Потому что это очень тяжелая история. Хотя она длится час-пять минут. Вот этот спектакль. Но больше невозможно выдержать. Ни им, ни зрителям. Потому что это такой напор. Ну вот, собственно. То, что мы привезли. Что я еще хочу вот сказать, не дожидаясь на эту тему вопроса. На самом деле, для меня Баку – это город, какой-то, значит, очень дорогой. Не только потому, что у меня была моя семейная жизнь. И какое-то время с ним связаны, конечно. Во-первых, я унаследовал любовь к этому городу от своего отца. Потому что папа совершенно обожал Бакинскую. Было всего несколько городов в бывшем Советском Союзе. Публику которых он, так сказать, невероятно высоко старал. Он очень любил Ленинградскую свою публику. Он очень любил Одессу и Баку. Вот, потому что… Я понимаю, почему Одесса и Баку. Потому что и Одесса, и Баку – это были два города межнациональных, так сказать, со смесью, такой гремучей смесью культур разных. Здесь была замечательная публика, именно связанная с вот этим, так сказать, смесью культур, вероисповедований, так сказать, и очень оснащенная уже культура вообще. Потому что здесь была замечательная театральная… Вот. Это почувствовал и я в свое время, когда я первый раз на гастролях был здесь современниками, действительно. Здесь были очень успешные у нас гастроли. А потом я приезжал сюда много раз на свои такие модно-выступления. Вот. И для меня это вообще такой город, ну, сильнейший источник вообще культурных каких-то традиций. И поэтому мне действительно очень как-то дорог этот приезд наш сюда. Конечно, мы беспокоимся и волнуемся, как всегда, потому что и мы меняемся, и публика меняется. Я не знаю, как у нас получится. Сегодня очень хочется надеяться на то, что сегодня и завтра как-то мы найдем общий язык с публикой. Это очень важно для нас, что здесь есть вот русскоязычный театр. Русские – это вообще прекрасно. Мне кажется, что это говорит о каком-то бережном отношении к каким-то культурным традициям. Из этого театра у меня в театре служили в свое время два прекрасных артиста. Это была очень красивая пара. Вот мы сейчас с художественным руководителем как раз говорили про это. У нас работали, а начинали здесь Ролл Макаров и Лиля Макаров. Два прекрасных, красивых артиста, прекрасных артиста. Они работали потом довольно долго в Сатириконе. Потом они уехали в Израиль и Ролл погиб в автомобильной катастрофе. А Лиля до сих пор работает и прекрасная актриса. Как-то мы очень бережем наши взаимоотношения и связи. Начинали они здесь. Для нас тоже это дорого. Вообще, в общем, это очень хорошо. И я очень рад обстоятельству, что мы сюда приехали. И очень надеемся, что все пойдет благополучно и хорошо. И запомнится и нам, и зрителям Бакинска. Пожалуйста. Константин Аркадьевич, в прошлом году, когда вы провели мастер-класс в лагере СТД, из Азербайджана тоже были молодые актеры. Потом они вот это ваше выступление через социальные сети распространили. Правда, я точно не помню, но помню вот ту боль, которой вы были бы там. Насчет, когда вы говорили о судьбе вообще театра. И столько всего этого. Сейчас очень много разных там развлечений. И молодые не так, чтобы за этот знак приходят в театр. А вот при таком же состоянии, в таком же ситуации, как держится садвяков? Ну, сейчас нам тоже тяжело. Мы находимся в состоянии ремонта. У нас мы не дома. Мы уже два с лишним сезона работаем в состоянии аренды. У нас делается большое строительство с нашим зданием. Оно перестраивается и закончится такое огромное строительство, которое еще задержалось за метро из Московского. То есть мы выехали, а оно долгое время не начиналось, это строительство. Потому что, ну, это связано с метро. Метрополитен решил делать еще одно кольцо такое. Оно проходит ровно под нашим театром. Поэтому надо было это согласовывать. Там разрушался фундамент. Пока все это началось, это довольно-таки недавно. Это строительство, оно началось. Оно сейчас полный ходом идет. Нам трудно, потому что мы там работаем не у себя. Мы, так сказать, кочевники сейчас. Но, тем не менее, ну, как сказать, мы все равно очень востребованы театром. Потому что все-таки, ну, я хожу, смотрю по всяким, значит, я вообще ходящих у друг и смотрящих. Потому что есть у друг, которые не ходят лучше никуда не смотрят. Я хожу и смотрю и вижу, как мы вполне конкурентоспособны и успешны. Конечно, театру трудно. Понимаете, я вам скажу, что, вы говорите, в театр молодежь ходит там. Надо вообще понимать, что по мировой статистике в театре, в любом театре, в любом городе мира, где есть театр или театр, туда ходит по мировой статистике не больше 9% населения города. То есть надо отдавать себе отчет, что в любом городе мира больше 90% населения города не ходит в театр вообще никогда. Потому что в эти 9% входит даже человек, который хоть раз один в своей жизни был в театре. Вот он уже включен для тебя. А если говорить о постоянно ходящих в театры, регулярно, то таких еще, конечно, нет. И при том, что это базовый вид искусства. А если посмотреть, кто читает из современных вообще людей, вот просто читает литературу, я тоже думаю, что их катастрофически мало. Это вообще, надо сказать, что это такой процесс мирового значения. Это вообще проблема всего мира и вообще всего народного населения, всех стран. Это не значит, что в театры легко попасть. В театры бывает, в Москве очень трудно попасть. Это вообще аншлатовые в основном театры. Это, так сказать, там очень много. Вот этот, там, 12 миллионов народу живет в Москве, так, значит, по статистике. Ну, это, значит, по театрам ходит, ну, что-то около миллиона. Вот все театры Москвы, их там что-то около двухсот, вот они между собой делят этот миллион. Это очень, это очень много. Театр невозможно, большое количество театров в Москве просто невозможно попасть. Мы иногда просто, у нас актеры, которые играют спектакли, не могут добиться в администрации, чтобы какие-то места там их знакомым или родственникам, потому что у нас бывает, при том, что мы работаем, повторяю, не у себя, мы еще меняем адреса. Это тоже ведь, так сказать, утечка зрителей, потому что зритель привыкает ходить вот в это место. А раз тебя здесь нет, а ты в другом, он уже сюда и не пойдет, он туда уже и не пойдет. Тут много сложностей. Другие сложности связаны, понимаете, еще с определенной ситуацией в нашей стране, с культурой в нашей стране, про которую я не хочу говорить, потому что при всей симпатии, которая между нашими странами существует, все равно это люди театра, это, конечно, люди одной нации, понимаете, вообще, независимо от вероисповеданий, независимо от всяких государственных границ, актеры и вообще люди театра – это единая какая-то группка, небольшая людей по всему миру и, так сказать, рыбак рыбака видит издалека. Тем не менее, мне не хотелось бы проблемы моей страны, которых, так сказать, много и к которым я определенным образом отношусь, и чего-то там, я думаю, мне не хотелось бы это обсуждать здесь, потому что я думаю, что я нахожусь в другой стране, и это как бы неэтично по отношению к ним, понимаете. В моей стране я по-другому бы говорил и отвечал на такие вопросы, а здесь мне хочется замолкнуть, понимаете. То, что непросто – это да, но я думаю, что непросто всюду, и у вас свои наверняка огромные трудности и все такое. И вообще я вам скажу, ничего настоящее не выходит без огромного сопротивления среды. Никогда не бывает так, что среда благоприятствует рождению чего-то нового и настоящего. Среда всегда враждебна, и все настоящее и прекрасное выходит вопреки среде, а не благодаря. Вот это надо помнить и не унывать. – Мне просто интересно, вот в трудной ситуации, что для вас служит опорой, главной опорой? Как вы держитесь по жизни? Что вас удерживает? – Вы знаете, меня удерживает, я заложник той ситуации, которую создал сам. Я руковожу театром, вот уже говорю, 30 лет. И это просто смысл моей жизни. У меня другого смысла нет. Мне жизнь без этого просто не нужна, вот говорю без всякого пафоса. Это просто смысл моего существа, мой театр. Я так воспитанный, я так созданный, видимо, природой, у меня ничего другого нету. Я преподаю для этого, потому что не для того, чтобы космос отапливать, а я создаю конкурентную среду для собственных артистов. Потому что артист, если он очень комфортно себя чувствует, он, как правило, деградирует. Понимаете, если он хорошо устроен очень, то его мелкие черты лица начинают обрастать жировыми прослойками. И потом по срезу лица, по количеству колец жировых можно определить возраст. Понимаете, вот это как дерево срезать. Понимаете, поэтому... А когда приходит новое все время, это очень хорошо, потому что артисты все и взрослые находятся в напряжении. Они понимают, что за ними идут следующие. А я еще делаю ставки на молодых. Я молодым даю сразу возможность играть. И играть много. И все взрослые, и уже не столь молодые, они находятся в определенном напряжении, потому что они знают, что их подсиживают не подлым образом, а творчески подсиживают. Он не имеет права сильно взбрыкнуть, потому что на его место сразу придет другой. Поэтому он дрожит за ним и все. Меня держит то, что это судьбы, за которые я отвечаю при этом. Понимаете? Я преподаю. И это... Вот я набираю курс. И это люди, которые... Я 4 года ими занимаюсь, и я за них отвечаю. Потому что они, скажем, поступая еще в другие вузы театральные Москвы, они же как приезжают там откуда-то из России или откуда-то из-за рубежа там, и начинают поступать всю, во все театральные вузы. Ну и правильно. То есть где-нибудь да повезет. И так получается, что они, поступая ко мне, имеют возможность поступить еще, скажем, в школу-студию МХАТ или в Щукинское училище. А выбирают меня. Значит, я чувствую ответственность за то, что раз они меня выбрали, значит, ну, они не должны об этом пожалеть. Понимаете? Вот это все меня в самых даже сложных обстоятельствах, а сейчас, ну, они таковыми и являются. Мне сложно, потому что... Вот почему мне сложно? Опять мне надо замолчать. Значит, это меня поддерживает, это меня стимулирует. Это... Я все время вынужден быть оптимистом. Я горестный оптимист. Понимаете? У меня нет другого выхода. Я должен... Я не могу без этого ощущения выходить на сцену. Если... Если я считаю, что все бессмысленно и плохо, а с чем я тогда выйду к зрителям? Это неправильно. Все-таки любовь к зрителям — это одно из, может быть, самых важных ощущений, которые должно владеть... Должно владеть артистов, которые он уходит. Об этом писал в свое время очень точно Михаил Чехов, гениальный артист. МХАТовский, а потом уже не МХАТовский, а второго МХАТа, а потом уже американские преподаватели и все такое. Об этом всегда говорил мой отец. Он всегда выходил к зрителям, так сказать, с абсолютной влюбленностью в зрительный зал. Потому что есть другие установки, есть другие. Иногда выходит с ненавистью к зрителям. Это тоже очень большая движущая сила и вообще большое энергетическое какое-то подспорье. Но оно мне не годится. Это не мое. Понимаете? Это тоже меня удерживает как-то и дает мне силу. А можно еще вопрос, извините, ради бога. Мне просто интересно, ваш отец какую мудрость вам передал и чему вам не мог научиться быть в своем найде? Что в нем? Ну, значит, мой папа, он был совершенно гениальным артистом и не обладал педагогическими способностями вообще. Он не мог ничего объяснить. Он мог гениально показать. И эти показы не годились никому, кроме него. Он был бесконечно счастлив, когда его краски кто-то повторял. Он кому-то там навязывал свои, значит, какие-то предложения. И они не годились никому, потому что он такой отдельный, специальный артист какой-то, специфический, что его краски не годились никому. А он их навязывал, ну все такое. И я все-таки работал с ним шесть лет всего вместе, когда я пришел к Тякну. Эти краски не годились и мне тоже. И он, я не могу сказать, что он был моим учителем. А потом он был ко мне лично очень не строг. Он был моим папой. И он меня просто обожал как артиста. Понимаете, просто обожал. И это очень обесценивало для меня его оценки моей работы. У меня были гораздо более строгие учителя, чем он. Понимаете? По жизни, по жизни, по жизни. То есть не по театральному сути, а по жизни. Понимаете, у нас была замечательная семья. И он просто собой. Вот меня обучал, как и моя мама. Они совершенно не занимались назиданиями. Они нас воспитывали собой. Вот что называется личным примером. Как-то было с детства понятно мне, что хорошо делать, а что плохо. Потому что папа мог посмотреть как-то. У него была сильнейшая энергия. Он был скорпион, если кто-нибудь интересуется. И он при желании умел так сгустить пространство, не повышая голос, просто так посмотреть. У меня всего в жизни, в моей молодости, в детстве было всего два разговора с ним, когда он был мной явно недоволен. Это было два, если можно сказать, разговора. Это почти не разговор был, а почти только взгляд. Я на всю жизнь это запомнил, потому что лучше бы он меня там ударил или бил бы кто-то другой. Но он просто умел так напрячь пространство, он умел из таких полуприкрытых, ну я бы так посмотреть, тяжелым взглядом. И это было для меня просто смертельно. Второй разговор. Первый, я даже не помню ощущения этого разговора, я даже не помню по поводу чего он был какой-то в детстве. А один раз, второй разговор был, когда мне было 17 лет. И я пришел, учаясь на первом курсе Чеховского училища, я пришел, так сказать, слегка выпив. А папа вот это не терпел, не показал, что я что-то перебрал. И он один раз зашел ко мне в комнату и сказал несколько фраз, которые я запомнил. И я запомнил свой безумный страх перед ним. И он так и в театре себя вел. И очень там, когда театром уже стало говорить, театр было довольно много народу, которые мне достались после папы. Были какие-то работники, актеры. А я такой бегающий человек и часто кричащий. И мне они говорили, что ну вот ты кричишь, а толку никакого. А Аркадий Александрович умел одно слово тихо сказать, и человек сразу подавал заявление об уходе. Вот это результат. Ну мы разные, слава Богу, слава Богу. Я при этом думаю, и часто, поскольку я веду внутренний какой-то с ним диалог, и я так думаю, как бы он отнесся вот к этому, вот к этому, вот к этому. Я совершенно убежден, что он был бы очень рад, если бы он увидел, что происходит в своем театре. Какие у нас играют артисты, какие у нас идут спектакли. Потому что то, что он застал, было только началом моих. А все самое серьезное по результатам было после уже его смерти. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы он это увидел. Ну вот я очень в этом смысле еще по нему скучаю. Я скучаю по его реакции. Да, это реакция папы, но она мне все равно была очень нужна. Да, пожалуйста. Я хотела спросить насчет нового спектакля своим голосом. Почему это, если вы убрали, или сменили, убрали одну двоих группу какую-то, почему это не назвать лично поэзией, где Константин Брагин читает свои любимые стихи? Как вообще выстраиваете? Своим голосом это имеет веро. Нет, я бы пришла все равно, если бы, как бы это не называлось. Как вообще вы выбираете поэзию, которая будет включать? Нет, у меня довольно сложное отношение со стихами. Они как бы во мне проступают. Ну, я с детства, у меня так, то ли воспитали, то ли у меня был такой... Ну, в общем, я когда-то, я в детстве, я сочинял стихи. И даже, поскольку это уже так было давно, что как будто бы кто-то другой писал, а не я, я могу их уже оценивать. Мне кажется, это очень хорошие стихи, которые я писал, когда был маленьким. Они были такие хорошие, что их знали люди высокого мастерства, которые занимались, скажем, детской поэзией. Эти стихи печатали, мне даже родители мои не показывали, чтобы я, так сказать, не возомнил на себя что-то. До поры до времени мне не показывали, чтобы... А эти стихи там оценивал Самуил Маршак, и очень, значит, и Лев Косиль, и Корнеев Иванович Чуковский, и даже... Уж там не ловко говорить, но... Он даже мне в своих дневниках посвятил несколько фраз, и я думаю, что никто в жизни обо мне не сказал таких слов, таких сказок, какие сказал обо мне и написал Корнеев Иванович Чуковский. Ну, просто даже невозможно мне повторить это. Вот. То есть у меня с поэзией какие-то отношения давнишние. Вот. И с каких-то пор стихи стали во мне проступать. Ну, вот как бы я... Я не... Я не то, что выбираю, ищу, 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 ищу. Просто есть несколько замечательных религий поэтов, которые как-то меня вообще определяют. Я бы не был бы собой, если бы я в свое время не вобрал в себя вот эти стихи какие-то. И там, например, я целым периодом в моей жизни каким-то открытием вообще и меня самого, и мира, был, скажем, Давид Самойнов, с которым я был даже знаком. Потому что он хотел театр-современник, он был таким дружком взрослых современниковских артистов, а я был тогда молодым зеленым артистом театра-современников. Но я на него смотрел, как на знаменитого поэта. Ну, и он так просто со мной... Ну, такое было шапочное знакомство. А потом он меня совершенно поразил в своей поэзии, как-то проникл. И вот там... Ну, вот я просто думаю о том, что вот там... Вот мне нужно, наверное, мне надо как-то подучить вот это стихотворение, вот это вот там замечательное у него поэма есть там. Ну, я так все вокруг нее хожу, так думаю, хорошие, какие замечательности. Думаю, а что-то я из этого помню. Интересно, вот уже помню, надо бы вообще будет выучить. И вдруг я начинаю вспоминать, и вдруг я понимаю, что я ее помню целиком. Вот. Я сейчас он медленно вспоминал, но я вспоминаю целиком от начала такая. Это поэма, не стихотворение, а поэма, скажем, «Снегопад». Вот. Вот. Или там «Струфиан» есть вот это тоже выяснил. И я это потом, ну, потом я это вот читаю. Вот. Вот. Но у меня со стихами такие вот отношения странные. Я вообще их не читаю в привычном смысле слова. Я их как-то, вот я не знаю, какой тут глагол применю, я их как-то играю. Я знаю, что это как-то на людей действует. Вот я в России это делаю, у каких-то, вот я приезжаю в этот город и перед публикой, которая совсем не готова к этому. Ну, ну, это не публика для поэтических излияний, она такая простецкая публика. И ждет она от меня, зная плохо меня, ну, как бы, зная вот фамилия Райкин там, я и столичный артист. Они вот там где-то в городе Мухославский, условно говоря, пришли на столичный артист смотреть. Ну, думают, что он будет сейчас веселить, что-то не помнит по каким-то ручьям. А я им стихи читаю два часа. И это имеет огромный успех. Они вскакивают в конце и вообще потом уже где-то после, да, не знаю, получаса первого они уже как-то, потому что они подсознательно скучают по хорошо сложенной русской речи, по длинным повествовательным предложениям. Потому что народный язык, язык, на котором они каждый день разговаривают, это мат с междометиями. Это очень примитивная речь, ужасная. И они подсознательно скучают, они сами не отдают себя читают, но им нравится, когда вот когда хорошо сложены слова, еще они объединены какой-то высокой мыслью. И им это, они этого не имеют в повседневной жизни. Они не имеют это в текстах песен ужасно примитивных и, так сказать, глупых и неграмотных частей. И вдруг они слышат доходчиво, а я грамотно очень читаю, у меня еще повезло с учителями, у меня были великие учителя в институте в Щекинском театральном училище, у меня была там Татьяна Ивановна Запорожец, великий педагог по сценической речи, по художественным условиям. И вот она со мной занимала, ей я очень предлагаю, помимо других еще. Ну вот, понимаете, короче говоря, не знаю, вот-вот-вот спрашиваете, отвечаю. Называется это своим голосом, потому что я там не играю никаких, ну как бы других, я от себя там работаю. Это мой выбор стихов, это я там. Я их комментирую, я не то, что я совсем не говорю, я говорю. И говорю даже какие-то иногда вещи серьезные, иногда вещи смешные, там я говорю что-то между стихами иногда. И может быть сегодня что-то было, посмотрим. Ну что, друзья мои? Я извиняюсь, а сами сейчас пишите, то есть вы говорите. Нет, нет, я пишу только для внутреннего пользования, когда мы собираемся на капустнике, и это исключительно нецензурно. Да, потому что нецензурный язык это язык театра, кучерский такой. И где нецензурщина это не свидетельство какой-то оскорбительности или грязи, а это свидетельство темперамента. И вообще театр это сложное место, потому что там соединяется производство с искусством. Это очень нервное соединение, потому что помимо того, что это место, где творят художники, это еще и фабрика. Ну это план, это финансы, это точные сроки. Поэтому когда выпускается спектакль, это очень нервный период, например. И часто в театрах, даже очень интеллигентных, разговаривают языком грубым, кучерским. И внутренний язык театральный, он грубоватый, иногда нецензурный. Это не свидетельство грязи, это мышцы фраз, так сказать. И на этом языке, таком театральном, я иногда сочиняю стихи внутреннего пользования. Внутреннего пользования. Я, если вы не возражаете, если помню, я могу сказать слово Саше Ферову, представителю вот этого самого центра, который делает возможным такого рода подарки, такого рода гастроли. Да, спасибо большое, Александр Верхович. Меня зовут Серов Александр, я начальник отдела развития театральных проектов Федерального центра поддержки гастрольных деятельностей Министерства культуры Российской Федерации, который, собственно, и реализует программу Министерства культуры России по поддержке русских театров стран ближнего зарубежья, в рамках которой, как русские театры, наш стран соседей приезжают в Россию, как это было, с театром Самедова Руна, который в этом году посетил города Смоленск, Великие Луки, Псков. Это очень древние такие русские города, одни из старейших. По-моему, каждый из них насчитывает более тысячи лет истории за своими стенами и плечами. А, собственно, в Баку, который стал для нас уже таким родным форпостом нашей программы, мы привозим сюда красивую, складную русскую речь, которая звучит замечательной сценой этого театра. В этом году мы пригласили в сотрудничество замечательный театр с Атереконами Аркадия Райкина. Мы рады, что он вызывает такой интерес, такой ажиотаж, что чувствуется и по вашим вопросам, по вашему интересу, по тому, сколько у вас сегодня собралось. Мы эту программу надеемся развивать, мы будем продолжать наше сотрудничество. Надеюсь, мы сегодня обсудим, кто может быть следующим гостем в Баку в следующем году и куда он может съездить в театр Санят и Вакуна еще. В общем, планы у нас довольно большие. В этом году мы свозили в рамках только зарубежные программы, это одна из четырех программ, которые проводит наш театр. Мы свозили, по-моему, 8 театров. Они показали 60 спектаклей. То есть это не просто разовые какие-то акции, а это именно такой большие туры, большие турне, которые знакомят и артистов русских театров зарубежья с русским зрителем и артистов ведущих российских театров с полными вариантами спектаклей, с оригинальными решениями по свету, звуку, сценографии. Мы привозим такие спектакли вот в столице наших государств, партнеров, друзей и даем возможность их увидеть зрителю не только в Москве и Петербурге, но и в других городах. Я так понимаю, что завтра будет такой некоторый даже эксперимент, эксклюзивный формат, когда будут показаны два спектакля за один вечер. Так, наверное, не бывает, правильно? Ну, нет, так бывает. Бывает, да. Ну, это довольно своеобразный, я бы сказал, такой вариант. Два в одно. Да. Ну что, друзья, значит, последний вопрос, потому что нашему гостю, если мы будем еще работать, мне бы хотелось разговор вот в том вести розлив, в котором вот он идет. Из забавных случаев, я скажу, связанных с Баку. Здесь когда-то во время гастролей наших современников, это было вот так вот давно, то есть это было больше тридцати пяти лет назад. Ко мне, а тогда гастроли длились так месяц или там вот так же это было в те времена. Вот. Это были гастроли. Да, это гастроли, да. И как я шел по улице здесь, прямо в центре города, ко мне подошел какой-то симпатичный парень молодой, который познакомился со мной, стал говорить, что он там работает просто, вот ходит там на спектакль, на эти гастроли. Работает он продавцом где-то в магазине или заведующим отделом, ну какой-то симпатичный такой, несколько раз он просил, чтобы я его устраивал на спектакль, он ходил на спектакль, а потом как-то дожидался, в общем, потом познакомился с его женой, ну какое-то знакомство, которое как бы ничего не обещало в дальнейшем. Дальше, намного позже, я поехал в Соединенные Штаты Америки и будучи в городе Чикабо, встретил этого парня вдруг из машины, из такси, я слышу, Костя, а я тогда был Костя, я исчез для многих Костях, Константин Аркадьевич это очень длинно, пока так говорят, так я уже в другом конце театра, поэтому Костя, я для большинства Костя. И он говорит, Костя, ну какой Костя в Чикаго, что это за... И вдруг из окна, из-за руля, такси, ко мне обращается этот Саша, я говорю, Саша, что ты здесь делаешь, ну как что, не видишь, что я здесь делаю, вот я драйвер, вообще я здесь делаю, но дальше ладно, было очень приятно ему встретить, вдруг он говорит, слушай, а вы как вообще, вы вот можете на Новый год приехать и повеселить тут публику нашу, то есть много наших, в общем, можете повеселить, я говорю, ну как, что ты имеешь в виду, вот, говорит, ну давайте я попробую строить, чтобы вы приехали, у меня была тогда фикс идея, я тогда был в Америке, первый раз с папой приехал, у меня была фикс идея, я хотел, чтобы мои артисты молодые посмотрели бы на Сибирь и Штаты, посмотрели бы Нью-Йорк, посмотрели бы Чикаго, ну тогда это было еще в норе, это был восьмидесятый конец, восьмидесятый год. Короче говоря, в этот Новый год, вот этот Саша Бакинец, таксист в Чикаго, строил нам большую роскошную поездку, в Чикаго, мы приехали туда двадцать артистов, в Чикаго, и Новый год там провели, значит, тогда это было невероятно, сначала мы приехали в Нью-Йорк, у нас это был в Нью-Йорк, потом мы поехали машинами из, значит, из Нью-Йорка в Чикаго, через Америку, ну я думаю, что это был год восемьдесят девятый, восемьдесят восьмого, вот, тогда это было в Нью-Йорке, никто из них, из моих молодых коллег не был в Америке, даже не мечтал тогда еще про это, вот, это, и в результате мы выступили, значит, во время Нового года, встретили нам Новый год там, устроили такой им праздник, они, потому что тоже эти люди, русскоязычные наши, кто откуда, Одесса, Баку, кто-то из Москвы, кто-то из Питера, тогда из Ленинграда, они не могли представить, что вот такая группа москвичей театральных приедет, вот, это сделал, разместил у нас в основном у себя дома, это вот такая самодеятельность замечательная, но это сделал Саша бывший продавец, потом таксист, и дальше как развивалась его, да, как его развивалась карьера, я не знаю, я знаю, что все, ему стоило большого труда, так сказать, собрать достаточно денег, чтобы все-таки это осуществить, потому что у нас тогда денег вообще не было никаких, и все, значит, это была целиком его финансовая, так сказать, нагрузка, вот, это было незабываемым, потому что в то время это было что-то, мы показали ужасно что-то хулиганское, я потом попросил тех, кто это снимал на видео, я говорю, ребята, вы можете больше никуда не показывать то, что мы показали, потому что нас накажут, просто, потому что мы там ужасно распоясались, и были очень, это было очень смешно, но это было очень рискованно, тогда еще, так сказать, нам не позволялось того, что потом, больше не позволялось, вот это сделал все Саша, таксист или продавец, в общем, это началось, это началось всегда в Баку, вот это такая странная история. Спасибо, Татьяна. Замечательно. Спасибо за сыгранный спектакль, он практически прошел, видимо, налогом, который будет вечно. Все было очень интересно, дай Бог удачи, мы видим, что это будет по-настоящему. Спасибо большое. Спасибо, друзья. Спасибо.